Ты смеялась мне, но то был сон, всего лишь сон, а вот мой мир, холодный душ, холодный звон, я иду опять на серый ориентир, ночь в поездах, бесконечный путь, я увидел тебя, я старался заснуть. Валера, 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 Валера. Привет, друзья, я в таком месте интересный тут, видите, огородик, речка, смотрите, речка, класс. Лодочки, причал, шикарно, да, это я к другу заехал, он тут работает, а это у них, сейчас спрошу, это у них огород тут и дельный, классно, тут работа, я понимаю. Сутками тут он по двое суток работает, в таком месте, блин, шикардос, я бы говорю, я тут еще доплачивал бы, чтобы тут работать. Скажите, хотели бы так работать, летом супер, зимой лед, на коньках можно кататься, рыбу куловить, классно. Я подобрал жёлудь, и из жёлудь у меня потом проросло, и глянь, какой из него дубы рост. Ты жёлудь посадил? Да. Блин, а у вас тут классный огород. Ух ты. Это я его привёз. Так он же может расти сотни лет, да, по идее? Маленький такой дубик, ничего. И сколько это ему лет? Это с четырнадцатого года. А, уже через пару лет десяточка, так он и все молоденький. Как будто его только посадили. Да, я подобрал, были они такие интересные дубы, которые были в Крыму в ботаническом саду. Какой-то интересный дуб, да. Были усеяны под дубом полностью, с желудями. Они такие интересные, необычные. Так да, он не такой, как у нас. Да, видишь, листочки. А он какой будет, взрослый? Здоровый огромный. Тоже широкий будет, да? И этот жёлудь, ну, красивый, необычный, подобрал. А потом вот эти перекусы были, знаешь, в машине. Приехал уже домой после этого. Неделю машина в гараже стояла, пошел. Но надо остальные вещи. Потому что машина была полностью огруженная. Там полгода жили в России, а возвращались через... А, я помню, где-то в Ростовской? Да. Или Краснодарский, корон. Да, да, да. Я смотрю, там, знаешь, объедки оставались какие-то. Перекусы были, там кусочек хлебушка, там помидоров, что-то там. Огурец. И там лежал в этом пакете 3-3 желудка. И они пустили эти... Горстки? Да, ростки, корешочки. Я посадил их в этот самый, в землю дома, на горшке. Это как раз была осень уже, октябрь, конец октября, ноябрь. И... Вырос в горшке. Пошли, да. Росточки. Два... Начали подниматься, а третий поднялся, а потом завял. А двое выжили вот эти росточки. До весны на подоконнике стояли, а потом приехал. Прикольно. Один вот этот. А еще где-то посадил? Да, второй он такой маленький, но там у него условия, видимо... Ну, не так, два брата-близнеца, грубо говоря, да, но здесь, видимо, условия более подходящие. И, видишь, он какой-то здоровый. Слуха метров пять. Да, метров пять. Уже провода скоро уже получается. А как ты будешь, что будет дальше? Да, хрено. Вы уже продумали, когда посадили. Прикинь? И ничего же не сделаешь. Провода же не перенесешь. Слышь, вот у вас это, смородинка, я хоть посмотрю и поснимаю хоть. Я никак в деревню не попаду. Но ее, она уже, типа, можно ее попробовать? Не, просто интересно, она уже спелая или нет? Ну, а второй... Если честно, уже давно не пробовал. А второй дубик, ну такой маленький, там, он его забыл. А, вот. Потому что здесь у него как бы простор. Ну, а там есть, там можно посмотреть? И хоть просто... Он ближе к воде, видимо, из-за холода, когда по зиме, когда морозы, видимо, он такой маленький, по сравнению с этим он вообще... А это что за дерево? Душа, нет? Ты? Да. Блин, как интересно. Надо в деревню ехать срочно. О, кабачки. Коты. О. Чуть-чуть сельскохозяйственных. О, помидоры еще уже есть? Зеленые. Ммм. Ты знаешь, вкус и запах такая штука. Вот я только что съел черную смородину и сразу улетел в детство. Мозг мой. Ой, блин, блин, блин. Котяра. Класс. О, а это что, груша тоже? Да, да, карлик. Маленькая грушка. Офигеть. Шикарно. Как тут хорошо вам, елки-палки. Я же говорю, я бы доплачивал еще. Главное, чтобы никто не услышал. А то еще скажут, зачем эти зарплаты платят. Ты тут эти не переживай. Вот это второй дубик. А, такой брат. Хороший брат, неудачный. Карлик такой. Офигеть. А тут его камыши задавили. Нормально? В одно время посажены два дуба, да? Да. И вот смотрите, тут пять метров дядька вырос, а этот неизвестно вообще, вырастет или нет. Растет он. Потихоньку. Вообще. А то ему камыши мешают. Наверное. Ну, наверное, мне кажется, да? Ну, это мой дуберцы, но это встреча. Класс. Это шикарно. Вот такая работа. Мечта. Работа мечты. И там речечка, блин. Ты шо? А это что такое? Слива. Слива. Она уже вся, да? Ой, блин. Нет, мы просто в этом году не уезжаем. Ааа. Нормально. Шикарно. Слышишь? Тут главное не провалиться. Ух ты. Красота. Красота. Немного релакса. Вода, правда, да, зеленая? А когда она уже зеленеет? Да, она зеленеет. Вода зеленеет. То уходит, да? Ну, она такая не ссыкающаяся сильная. Нет, вот этой вот. Помнишь, что бывало, как краска, да? Ну, она бывает, она гоняет когда-ка. Веса раздувает. Ну, на дне прячет почище-то хотя. Ой! Ты жалуешь? Я могу, блин. Она сейчас шатает, кажется. Красота. Лодочная станция. Хочу такую работу себе. Где-нибудь на берегу Средиземного моря. Там можно на берегу Самары. Это же Самара-века. Да. залив короче настроение сегодня вообще не знаю не через день или это со сном как-то связано вчера нормально выспался сегодня опять сны какие-то которые забирают энергию вообще какое настроение было сейчас приехал в день чуть-чуть природа меня раскладывала настроение поднялось видно про на правильное туда поехать вообще такое отключилась видите какой дом дальше какая в дворец получилось вот все вообще что-то настроение выключилась энергия энергия какой башня прикольно так что вчера как-то не такое знаете бывает все вокруг друзья такие друзья бывают наоборот все тебе не друзья это все как бы кажется что все против тебя против мир против софера цена сами на меня наезжали грузили меня вообще но не друзья вот все все тяжело как-то все день прошу или я уже всех задолбал своим нытьем да я вроде не но ну надо заканчивать это все вот тоже сейчас мы же видели на велосипеде ну вот сейчас сейчас и димка говорит вот это все убрать оставить только вал это убрать тут оставить кольцо говорит из-за он говорит рассказывает что он косовое кольцо вообще остановился на днепре снял и выкинул в днепр когда ра тоже не был такой развод тяжел поделился я думаю да надо кольцо тоже пойти но я просто не хочу он кольцо говорит серебряный на нем был выкинул я что не хочу мечестного положения зачем него выкидывая его выкину скупку золота пойду еще деньжек ведут ну то что избавляться говорит надо от всех от этих все это сигналы говорит а ты потом удивляйся почему тебя вот это то видишь то это же сигналы я никак не знал как это называть сигналы так ладно надо я проехал вообще нет поеду проедусь дальше шелковицы поем домой нет этот ничего дальше там шелковица было сейчас опять шелковица смотрите блин вообще мягенькая вкусненько сколько времени прошло она вся не отходит не отходит нас выможу руки рот и поеду на рынок за то магазин сходить что покушать купить я решил короче покупать какие-то продукты во-первых я же вообще ни хрена новичок в этом деле 17 лет ничего по магазинам не ходил поэтому для меня все новинку что-то выбрать я решил покупать что-то такое что не ел раньше и дегустировать не срываешь руку и цена падает и только дотрагивайся она падает я уже не люблю люблю с кислинкой мы тоже просто переспевши сладко так что друзья тут сколько я смотрите нужно блин просто и собирать все средни ком настроение думаю все вообще не хочу ничего здесь и предъявами просто уже жут с меня со своими видео уже всех задолбал а сейчас видите как раз настроение изменилось и опять не люблю так вот так берешь берешь не слышу то есть не слышу говорим или не слышь так берешь полную руку набираешь не знаю ну качели такие ничего не хочется да ладно потом увидимся магазине увидимся продолжу как буду продуктов покупать все наелся на руки там что водичка есть нет orns на 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 Продолжение следует... Поехали...